Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Настоящая история, выпуск 19 Тайны ледникового периода до сих пор не могут назвать точную причину ледникового периода изменения течений, вулкана и снижения магнитной напряженности на полюсах. Мгновенную заморозку могут объяснить находки в пластах 13-тысячелетней давности. Найден стеклоуглерод с множеством пузырьков газа, которые плавятся при 3500 градусах Цельсия. Пузырьки – признак чрезвычайной высоких температур с последующим внезапным охлаждением. Сферулы – полые магнитные шарики с высокой концентрацией углерода. Для их образования необходимы высокие температуры и давление. Наноалмазы – для формирования гексагональных алмазов необходимо давление в 2 млн фунтов на квадратный дюйм. 170 тысяч бар и температура от 1000 до 1700 градусов Цельсия с последующим быстрым охлаждением. Про ледниковый период рассказали, а про предшествующие высокие температуры, вызванные катастрофой, забыли? Генри Невилл провел исследование мамонтов. Несмотря на убеждение, что шерстистые мамонты жили во время ледникового периода, они не смогли бы выжить даже в сегодняшнем климате Северной Сибири. Все факты говорят о том, что шерстистый мамонт обитал в умеренном климате. Получается, что в начале позднего Дреаса 13 тысяч лет назад Сибирь была умеренным регионом. Французский эксперт доисторической эпохи Генри Невилл о результатах исследования мамонтов. Мне не представляется возможным найти в анатомическом исследовании их кожи какой-либо аргумент в пользу адаптации к холоду. Но как же все-таки идея о ледниковом периоде? Самое большое окаменевшее дерево в мире длиной 72 метра находится в Таиланде. Для превращения дерева в камень в грунте нужно от 200 тысяч до 2 миллионов лет. Версия официальной науки. На фото хорошо видно глубину залегания. В паре метров от поверхности дерево, скорее всего, сгниет под воздействием воздуха, чем окаменеет. Возможно, сроки превращения дерева в камень отличаются от канонических. Официальная наука нам привирает. В летописях нет никаких свидетельств различия языков славян и варягов. Известно, что славяне платили дань варягам до конца правления Ярослава Мудрого. Тому, кому отдаешь кровно нажитое, недолюбливаешь. Неприязнь летописцев к варягам очевидна. Пришедшие с Рюриком на Русь варяги без проблем общались с местным населением. Основывали города с простыми и родными славянскими названиями. Новгород, Изоборск, Белозеро. Все еще верите, что Рюрик был скандинавом? Когда были построены железнодорожные тоннели на самом деле? Официально тоннель под железнодорожным переездом появился в 1875 году в Севастополе. Представьте, 1860 год. Город разрушен до руин. Крымская война уничтожила подчистую. Николаевский бастион, башню Малахова-Кургана, укрепление исторического бульвара. Вместо восстановления города люди начинают заниматься прокладкой кирпичных тоннелей. Там, где можно просто вырыть проход. Вероятно, подземные тоннели появились задолго до 19 века. Генофонды татар и монгол различны. Генетическое исследование 2006-2014 годов показало, что монгольский след в генофонде крымских, поволжских и сибирских татар составляет до 2%. Генофонды разных групп татар далеки друг от друга. Получается, у татар нет единого предкового генетического компонента. Татар нельзя считать популяцией, берущей начало из Золотой Орды. Орды, которую историки все еще считают первоначальным государством всех татар. Южный полюс, открыт экспедицией Амонсена в 1911 году. Считается, что до него путь к одному из самых труднодоступных мест на Земле не удавалось преодолеть никому. Мы бы поспорили. Посмотрим на старые карты, которые показывают Южную Америку и Антарктиду как континенты, соединенные перешейком. По нему можно было свободно пройти. Нынешний пролив Дрейка, характерный след на морском дне, странное расположение островов, говорит о том, что Южная Америка и Антарктида могли быть единой с Землей. Проблем с перемещением у древних народов не было, ходили и подальше. Карта России, составленная в начале 17 века Карта России, составленная в начале 17 века под чертежу царевича Федора Годунова, висит в Старой Ладоге. На ее основании потом в Европе навыпускали карт Московии. На карте парочка Тартарий, Орда указана. Самое забавное, что карта русского царевича с подписью о Тартарии полностью противоречит мнению современных ученых о ее существовании. Царь просто не знал, что никакой Тартарии на его территории не существует, и у соседей не существует, и торгует он не с тартарцами. Наши историки врать не будут. На территории России в древние времена водилось много странных существ. Свидетели рассказывают, как в 1719 году с неба упал подбитый молнией дракон, похожий на древнего птерозавра. Есть и другие данные о том, что в реках водились крокодилы. В летописи сказаний русского народа конца 16 века есть такие строки. Крокодил живет в воде, нападает на людей. Крокодил зверь водный. Егда и мать человека Ясти плачет и рыдает, а Ясти не перестает. Азбуковник конца 16 века. Сказания русского народа. Санкт-Петербург 1849 года. Глобус Елизаветы Первой поведал о тайнах географии. На картине «Непобедимая армада» 1590 года Елизавета Первая положила руку на глобус. Обе Америки на нем соединены между собой. Полоса Земли уходит на Южный полюс. Земная ось на глобусе вообще ушла в сильный крен, судя по расположению континентов. Впрочем, как и экватор. Строители русской Великой Стены возводили новые укрепления на остатках древних сооружений. В целом, было сомнительно, что столь масштабный объем работ начали выполнять только с момента увлечения Петра Первого постройкой звездных крепостей. Нашлись свидетельства 18 века о Великой Заволжской Стене. Николай Рычков, русский путешественник и географ 18 века, писал в путевом блокноте. Великое различие можно найти между валами, укреплявшими древних народов жилища, и между теми, которые составляют сию линию. Начало сих новых укреплений считают до сего времени не более 40 лет. Но уже в некоторых местах едва можно распознать бывшие тут валы. Напротив того, древние до сего дня стоят в твердости непоколебимой. Есть ее различия ни от чего иного происходит, как только от того, что народы, прежде всего в этих местах обитавшие, рачительнее трудились, делая укрепление жилищем своим. Где на самом деле появилась первая письменность? Впервые письменность появилась у шумеров и древних египтян в одно время 5000 лет назад. На тартырийских глиняных табличках из Трансильвании письменность практически идентична раннему письму шумерской, троянской, критской и древнеегипетской цивилизаций. Лингвистическая датировка этих табличек 7000 лет. Как у столь отдаленных друг от друга во времени и пространстве цивилизации могла существовать единая письменность? Может быть миф о едином языке у человечества вовсе не миф? Карта 1635 года показывает границу Китая и Тартарии. Проходит граница стран точно по стене. Подпись гласит, что это не китайская стена, а стена Китая. То есть стена от Китая. Это в дополнение к факту, что многие бойницы на этой стороне обращены в сторону к китайской стороне. Самый первый электромобиль датируется 1830-ми годами. Можно было бы подумать, что электромобиль это недавнее изобретение. Продолжение постоянной эволюции автомобиля. Однако на самом деле это изобретение датируется началом 19 века. Электромобиль действительно был создан в 1830-х годах. В 1828 году Анос Джедлик изобрел электродвигатель. Несколько лет спустя Роберт Андерсон изобрел первый электромобиль. Электрический экипаж. Между 1832 и 1839 годами точный год неизвестен. Реконструкции храмов уничтожают историческую память для потомков. При реставрации Черниговского спаса Преображенского собора предполагалось устранение трещин и сколов, поправить выцветание и защитить краски. Сейчас собор 11 века представляет из себя расписной древнекиевско-руський пряничный домик. Спасибо уцелевшим фото, исходные каменные колонны в античном стиле заложили кирпичом, заштукатурили, подкрасили. Изучать по этому храму подлинный вид собора в Древней Руси? Говорить о типичном стиле русского строительства становится невозможно. Почему история в школе может оказаться недостоверной? Русская история сегодня базируется на пяти летописях 11 века. Новгородский кодекс 1015 года состоит всего из четырех уцелевших дощечек. Говорят, что документов раньше 11 века не найдено или не сохранилось, потому все данные получены из поздних трудов или копий. При этом древних египетских рукописей завались, китайских – пожалуйста, одних только латинских рукописей более 300 тысяч, хотя их упорно сжигали и уничтожали. Странно, очень странно. Америка уже была открыта и нанесена на карты до открытия Колумба. В своих расчетах и подготовке к плаванию Колумб взял ровно столько провизий, сколько требовалось, чтобы доплыть до новой земли. Он знал, куда плывет. Добавим сюда историю, как непосвященная команда Колумба задумала бунт, но прозорливый первооткрыватель успокоил их обещанием сойти на сушу уже через тысячу миль, что и сбылось в точности. Документ, подписанный императрицей, имеет упоминание о Тартарии. Речь о тексте привилегии городу Оренбургу, который составлялся вице-канцлером Остерманом около 1734 года. Отрывок «С Божью помощью исполняется, что в Азии, в Великой Тартарии, наипаче же отправляющиеся полезной коммерции в Великую Тартарию, в Хиву, в Бухарию». Тартария? А как же убеждение нынешних российских историков, что это западная придумка и далекие восточные земли? Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад Вас видеть на своем канале снова.